Приветствую вас, Ника. Знаете, вы описываете созависимые отношения, вот, причём такие очень классические, такие махровые, созависимые отношения, когда люди вступают в брак для того, чтобы вот что-то для себя получить. Ну, что-то, да, вот что-то, абсолютно какие-то любые вот желания должны удовлетвориться через брак. И здесь вступают в силу то, что партнёр идеализируется и воспринимается совсем вообще не так, как он, каким он изначально есть. Здесь воспринимается сам человек, то есть вы вот себя воспринимаете совсем по-другому, не так, какая вы есть и так далее, да? То есть вы описываете классические созависимые отношения, в которых вы выступаете исключительно в качестве такой вот жертвы. Не просто жертвы, не просто жертвы, но ещё и такой достаточно неуверенной в себе женщины, сомневающейся в себе женщины, ревнующей, вот. И самое, что, наверное, грустное, это не отвечающий за свой выбор, да? То есть вот именно за свой выбор, за свой выбор, который вы сделали, решив быть с этим человеком, вы не отвечаете. Корни этого поведения лежат в том, как складывались ваши предыдущие отношения. То есть я имею в виду, да, что вот, ну, что у вас, ну, предыдущие отношения, они у вас, очевидно, тоже не сложились, да? Я имею в виду, очевидно, что они с ними тоже что-то не так, да? И все мужчины у вас отношения, ну, в общем, тоже не вышли. Вот. И, естественно, все негативные паттернные поведения вы принесли и в новые отношения тоже. Вот. И, естественно, начинать нужно с анализа, вот, отношений именно предыдущих, а не тех, которые, ну, не тех, которые сейчас у вас либо есть, да, либо их нет. Вот. Вот. То есть, ну, то, что вы смогли их, условно говоря, закончить, это, безусловно, очень здорово, но смене созависимой от этого вы не стали. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Поэтому здесь такой, такой момент. А дальше. Значит, вы пишите, что встречались, вы с мужем своим очень мало, совсем мало. И что, соответственно, говорит о том, что вы с ним в отношения вступили, ну, исключительно по той причине, да, чтобы вам что-то было нужно. То есть, влюбились, либо влюбленность, там, страсть, либо какие-то, вот, какие-то, вот, потребности, вот. Ну, то есть, это не самая лучшая, мягко говоря, история, да, это не самый лучший расклад, да. То, что, вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Начинается ребёнок от предыдущих отношений, месяц, год ругается, возникает один, то через день точно и кадры от скандала. Ну, по общему правилу, скандалы между людьми возникают тогда, когда они боятся эмоциональной близости. То есть, по факту, речь идёт о том, что вы, вероятно, вероятно, боитесь вот этой самой близости, вот, эмоциональной. И из-за этого, из-за того, что вы боитесь близости, а и, собственно, все ваши проблемы из-за этого, по крайней мере, по крайней мере, из-за этого у вас имел место быть скандал. Вот. То есть, из-за этого вы скандалили. Ну, опять же, вы можете почитать, вы можете почитать про психологическую игру с скандал. Вот, вы можете поисследовать её и, соответственно, вы сами, сами увидите, вы сами убедитесь в том, что я говорю. Просто. 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 Просто напишите, напишите… «П microorganическая игра. Скандал». Вот. В принципе, больше писать ничего не нужно. Дальше. Идём. А, по любому поводу предукладать, когда ребёнку тут сказал как оготфинанс. Так, ну, помимо того, что это игра, еще есть и ваш вклад, да, то есть вы говорите про мужа своего чаще и больше, вот, это в целом, в целом, понятно, в целом, но это не отменяет того факта, что у вас есть также ваш собственный вклад в конфликт, то есть вот вы сами своим поведением, значит, вносили вклад в скандал, вот. Почему, для чего это нужно, опять же, исследовать? Несколько раз пытались разочистить, в итоге мирились, а к чему приходили, про примирение? В конце концов, все-таки, не выдержали и раз встали, точнее, я его выгнал, он не возражал, учел с радостью. Несколько противоречит то, что вы написали, что он учел с радостью, да, с тем, что вы пишете в конце. Все это время наши отношения напоминали разговор слепого с глухим, ну, потому что каждый из вас, он не принимал другого человека, то есть, если бы вы выстраивали отношения на таких вот здоровых основаниях, да, то вы бы знали, что главная основа для отношений, это принятие, безусловно, принятие партнера, таким, как он есть, чтобы это стало возможным, необходимо принять себя. Вы себя не принимаете, и я надеюсь, вы не будете с этим спорить, что вы себя не принимаете, и, соответственно, о какой гармонии в отношениях идет речь. Дальше, значит, так, все это время наши отношения напоминали так, мне не нравилось, что он постоянно выпивает, врет, причем, да, много и даже в мелочах, не уделяет мне внимания, слишком строго по отношению к ребенку, друзей, с небольшим семью. Опять же, это такой человек, но вы не можете его принять, и не могли. Почему? Потому что вас это задевает. Вы говорите, мне не нравится, что он постоянно выпивает, но вы же знали, что он постоянно выпивает. Так почему же вы решили сделать его своим людям? Почему вы решили выйти за него замуж? Вы говорите, врет, причем даже в мелочах, означает, что человек себя не принимает, и стыдится не только себя, но, возможно, и вас. Опять же, вы на свой счет это берете. Дальше, не уделяйте мне внимания. Потребность во внимании связана с вашей личностной незавершенностью, неполнотой. Вам нужно внимания для того, чтобы чувствовать себя значимым, но, получается, что без этого значимых вы себя не ощущаете без внимания. И это вопрос к вам. Почему? Кстати говоря, истерика, это тоже потребность во внимании. Ну, такая. Дальше. Слишком строг по отношению к ребенку. Ну, опять же, здесь кто как что определяет, да, то есть, где вот этот грант между слишком строгим и не слишком строгим, но, если вы видите, например, что мужчина не принимает вашего, к примеру, ребенка, то, опять же, этот вопрос решается, ну, как-то на берегу, да, что называется, не уже в лодке брака, да, не уже в закрытом таком социальном образовании, где вы вынуждены жить вместе. Такие вопросы не решаются. И, опять же, здесь на первый план выходит именно то, почему вы встречались маленькое количество раз. Дальше. Значит, так. Друзья ценят больше, чем семью. Здесь угадывается некая ваша потребность в семье, в защищенности, в безопасности и, может быть, чем-то еще. Ну, и вопрос, почему мужчина должен оценить семью больше, чем друзей? Вот почему? Особенно, если друзья дают ему больше, чем дает семья. Нет, я понимаю, что семья не должна ничего давать, я с вами согласен, но принимаете ли вы эту позицию для себя? Ведь вы считаете, что вам семья что-то должна? Как мне кажется. То есть, тут, опять же, вопрос, да, что ценит друзей больше, чем семью. А кто семья? Если ребенка он не принимает, с вами он ссорит, где же семья? И что такое семья? Да, это брак, это роспись с паспортом, я сомневаюсь. Дальше. Его тоже во мне не устраивало все. Он говорит, что я слишком ревнивый, ну, как бы, вы не на том делаете акцент, вы, по сути, приводите какие-то аргументы, согласно которым вы, получается, имеете право ревновать. Делаете не в аргументах, а в том, как вы воспринимаете себя и насколько вы уверены в себе. То есть, допустим, случилось так, что вы нашли, как вы говорите, женскую водолазку в его сумке. Дам чужую. И все, и ваши действия. Но нет, из-за этого вы скандалите истерики и так далее. Это вот и есть созависимость. Дальше, значит, ну, вы перечисляете, вот, что он делал. Если честно, мне даже считать не очень-то хочется, потому что это просто аргументы, это просто, знаете, такие претензии. Вот, претензии, да, то есть это, ну, это как-то для зрелого, взрослого человека, это, ну, это странно. То есть, достаточно просто того, что вы решите, что, решили, что ваш мужчина изменник, и все. Этого достаточно. Из-за этого какие-то аргументы есть. Пытаетесь что-то доказать кому-то. Ну, то есть, абсолютно бесперспективно такое занятие. Говорил, что я не даю ему видеться с друзьями. Действительно, было против, так как встречи либо чуть не закончились в ЧП, либо он не идет ночевкой без нас, либо приглашали в гости на двораде, и нас с сыном нет. Опять же, почему вас должны приглашать с сыном, если вас, не знаю. То есть, здесь, вы, опять же, говорите о потребности во внимании, в своем, своей потребности во внимании. И в том, что вас задевает то, как все происходит, то, как ему, если что-то человеку запрещал, взрослому. Ну, как? А самое главное, для чего? Типа, не иметься с друзьями и будь с нами насильно. Слушай, зачем? Вы хотите удержать человека. Вы и сейчас тоже хотите удержать человека, даже несмотря на то, что уже расстались. Вот зачем? Вы говорите, мне очень больно, что его больше нет в моей жизни. То есть, вы в нем нуждаетесь. Здоровые отношения строятся на других основаниях, не на нуждаемых. В данном случае, если вы в нем нуждаетесь, вам нужно было принять все принять, что он делал. Даже то, что вам вредит. Прямо. Ревность, кстати говоря, ревность и приглашение его на день рождения не относятся к этому. Дальше. Из-за этого я обижался. Вы пишите, я из-за этого обижался. Так, как будто это константа. То есть, вот некая константа. Но разве это константа? И если вас это обижало, это исключительно ваше восприятие данного факта. С обидами, с обидчивостью можно и нужно работать. Обида – это ожидания завышенные, неадекватные. И обида – это принятие на слушание. То есть, вас это задевает. Вы, клиенты того, чтобы поисследовать, почему вас это задевает, перекладываете ответственность на матину. Мол, ты виноват в том, что меня это задевает. На самом деле – нет. На самом деле, конечно же, нет. Дальше. Либо у нас были планы на день, он всё перечеркивал, ехал к друзьям. Ну, опять же, это вопрос ценности. Ваши ценности для него. То есть, задаётся ощущение, что фактически вы ничего не делали, чтобы быть для него привлекательным партнёром, но требовали от него внимания так, которым он укладает. То есть, по сути, свою внутреннюю незавершённость, свою внутреннюю неуверенность, вы пытались компенсировать, и пытаетесь за спор, пытаетесь компенсировать за счётную шхину. Так, за этот год все праздники я отмечала одно. Это был, это, и это ваш выбор. На мой взрослый день я решила, что нужно поехать к отцу и убрать квартиру не днем раньше, а днём позже. Это было специально, это было следствие вашего какого-то конфликта, скандала. Очень похоже на месте. На 23 февраля он толкнул моего ребёнка, я накричал, и он сказал, что домой не вернётся, и не вернулся. Ну, вы же понимаете, что никто просто так ребёнка подворкать не будет, не будет. Вы же понимаете, что никто просто так кричать не будет. Вот это не первый эпизод в цепочке конфликта. Ну, вы представляете его как первым, что является ошибкой. И очень серьёзной ошибкой. Дальше. Так, значит, не вернулся. На Пасху он поругался с моим сыном и отцом, причём как позже выяснилось, что отцом только в своей голове всё это значение. Я не очень понял, но какое всё это отношение имеет к вам? То есть он поругался с отцом. Это вопрос. Да, тут вот видите, проблемы личной границы у нас достают. Да, я понимаю, что это отец, да, я понимаю, что это сын, но люди устраивают отношения друг с другом. И если он поругался, что сын как-то в этом участвует. Тоже. Значит. Да, я даю себе отчёт, что мужчина воспринимает вашего сына как некую угрозу. Ну, и вы должны понимать, что если мужчина не уверен в себе, а он не уверен в себе, раз он врёт, то есть сын его задевает тоже. Но вы отказываетесь от этого, понимаете? Вы воспринимаете это его поведение как личное оскорбление. Да, я истеризм. Ну, как я и сказал, истерика – это потребность во внимании. Я не знал, как ещё повлиять на человека. Вот именно, а зачем влиять на человека? Вы либо принимаете его, так никакого нет, либо нет. Поняла, что никак, мы бы готовы к разводу. При последней истории наговорила много гадостей, о чём очень сожалею. Я полагаю, это не впервые, когда вы накапливаете какие-то вот чувства, свои накапливаете, 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 а потом жалейте, жалейте об этом. То есть, вот, ну, ни много ни мало, да, вы жалейте о том, что вот что-то сказали, да, жалейте о том, что что-то выросли. Вот. То есть, я думаю, что это, если честно, не впервые, я думаю, что это не первый раз такого у вас. И я думаю, что отчасти, отчасти, в этом может быть проблема, по которой у вас не складываются отношения с мужчинами. То есть, а вы не выражаете свои чувства в реальном времени, понимаете? Понимаете? Какая штука, какая штука, какая штука. Вот. И это проблема. Это на самом деле серьёзная проблема. Это очень серьёзная проблема. Если вы не выражаете вот свои чувства, если вы их не выражаете вот так, ну, так, как они есть. Понимаете? Вот. Дальше идём. Дальше идём. Дальше идём. Так, значит, я сильнее, да, в чувство вины. В чувство вины это невыраженная агрессия, опять же. Он со мной не общается, а должен. Я написал ему сообщение, а легче не стало. От Альдинополя, это же ваш конфликт. Чувство вины терзает, с ним нужно работать. Зачем поближаться? Я так не думаю. Сказал это всё просто в стык, чтобы задеть. А для чего? Для чего вам вот пытаться задеть мужчину? Вот. Зачем? Зачем? Ради чего? То есть, какая цель у вас была? Да? То есть, что вы хотели добиться-то, что вот старались задеть его? То есть, ну, наверное, 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 наверное. 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 У вас есть для этого, ну, какие-то вот основания, да? Наверное. Наверное. То есть, почему-то вам вот хотелось так поступить. Поступить. И это вопрос. Вопрос в том, сколько вы конгруентны. Дальше. Причём так. Сказал, что не люблю, никогда не любил. Это не так. Возможно, так. Потому что встречалось мало отношений, что зависимые. Возможно, так. Прошлась в потыне постель, хотя там всё было хорошо. Знаю, что была неправда. Винил себя, но уже поздно. Ну, как бы, я вот вам, я вот вам говорил уже, что, то, что вы себя весь вините, да, это момент, это момент, связанный с невыраженной агрессией. Вот. Поэтому, что вы себя, вы себя вините. Как бы. И, в общем-то, вопрос, он заключается именно в этом, да? Что лежит в основе чувствования. А, так. Я не скажу, что плохой я хороший. Ну, здесь начинается уже вот классическая история, когда люди, ну, меряются, кто вообще, кто что и так далее. Вот. То есть, я это видел. Ну, я это видел. Я видел эту историю, когда люди, вот, меряются, кто хороший, кто плохой. Вот. И у вас здесь есть не такая достаточно серьезная тенденция к обесцениванию себя. У вас есть достаточно серьезная тенденция к тому, чтобы относиться к себе как-то очень негативно. Вот. Вовсе нет, я плохая жена, а кто хороший, объективная плохая жена. Ну, как можно сказать, что вы объективная плохая жена, если вы сами не объективны. Я тратительная хозяйка. Опять же, это его выбор. Это был его выбор. Давай жениться. Я эгоистку. Это хорошо. Научились бы вы еще, еще адекватно проявлять свой эгоизм. Был бы совсем здорово. Нет вам ни женской мудрости. Ей можно научиться. В некоторых ситуациях, наверное, нужно было промолчать. Я закатывал скандал. Из-за чего? И был мотив. У вас, у вас был мотив, почему вы закатывали скандал. Понимаете? У вас был мотив. И нужно не обвинять себя сейчас в том, что вот я, там, такая вот нехорошая, закатывал скандал. А посмотреть, из-за чего вы его закатывали. Он устал, но не менялся. Абродник был и я. Он делал то, что хотел, а я истерил. Опять же, истерила из-за чего. Но я люблю его, и мне очень сложно сейчас смириться. Мысли, что его больше нет в моей жизни. Это точно называется созависимостью. Развод – это маленькая смерть. Да, развод – это маленькая смерть, но не в вашем случае. В вашем случае это не маленькая смерть. Это избавление. В вашем случае это избавление. Но вы так это не воспринимаете. И вопрос, на мой взгляд, заключается в том, почему. То есть вам тяжело с человеком. Прямо, откровенно, тяжело с человеком. Но вы все равно, все равно вы хотите быть с ним. Все равно. Это и есть то, что называется как раз созависимостью. Это и есть то, что называется созависимостью. Это и есть то, с чем нужно работать. Вот. Работать нам с вами. Ну, нам с вами или с тем, кого вы выберете себе в качестве консультанта. Так, смерть семьи, частичка души. Тут, опять же, ваша нуждаемость в семье. Вы говорите, тоже любит плакал. Говорит, что жить без меня не может попьется. Он подносить больше не может. Как это принять? Работать с желаниями, с вашими, и с теми вещами, которые я указал. И на следующие ваши отношения будут такими же созависимыми. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.